И сегодня у нас в гостях в рубрике главный герой Лада Бакал, участница Южноуральской книжной ярмарки, редактор, продюсер Мела. Здравствуйте. Очень приятно, что вы в напряженные дни нашли время и к нам заглянули. Ваша площадка будет посвящена тому, что читать модно сегодня. Как вы продвигаете эту тему? Почему именно модно слово здесь? Сегодня на площадке Южноуральской книжной ярмарки мы будем говорить о том, какие сегодня существуют форматы продвижения книг. Почему читать это модно? Почему читать это новый черный? Почему читая вы становитесь причастными к одной из самых модных сегодняшних тенденций, быть умным, узнавать самому что-то интересное и по-новому доходить к читателю, находить новых читателей. Не просто оставаться в кругу уже существующих покупателей книг, а действительно продвигать это как новый удивительно интересный досуг. Какие вы инструменты для этого используете? Как заманиваете читателей? У нас на площадке будут очень интересные гости. Будет человек, который придумал и осуществляет в Челябинске литературный клуб, читательский клуб, встреча с читателями. Читают, обсуждают книги. Очень интересный формат. Я его очень советую вам об этом послушать. Будем говорить еще о том, как используются соцсети, как, например, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте становятся просто новыми способами поговорить, узнать о книгах с интерактивными какими-то вещами, с викторинами, с различными другими событиями. И будем говорить еще о таких новых форматах, как подкасты и другие вещи. Не все рассказала. Приходите, слушайте. А на самом деле вот сегодня интернет и все перечисленные соцсети, о которых вы сказали, составляют ли серьезную конкуренцию книг? Безусловно. Каждый раз, когда какой-то продукт, и в том числе плод интеллектуального труда, ищет своего читателя, слушателя, зрителя, он конкурирует на огромном поле с миллионом возможностей, которые дает сегодня социальная сеть. И мне кажется, что умные писатели, умные издатели, умные новые современные способы продвижения книг, они как раз конкурируют в первую очередь именно с интернетом и используют его возможности. Когда у вас есть выбор между тем прочитать книгу по истории или прочитать статью пять способов показать, что вы знаете историю, люди обычно выбирают статьи в интернете. Но это поверхностное против глубинного, вот такой конфликт. И мы будем говорить о том, почему важно именно читать, и почему чтение делает вас счастливым, осознанным, глубоким и умным человеком. А как подростку определить хорошую литературу от не очень? Прекрасный вопрос. Замечательное спасибо, Инна. Мне кажется, что тут важна очень роль родителей, потому что у меня двое детей, и я очень рада, что они читают. Я очень много приложила к этому усилию, потому что, опять-таки, есть соцсети, есть Инстаграм, есть ВКонтакте, с которыми все время приходится конкурировать. Конечно, я предлагала книги, которые любила в детстве сама. Не всегда это подходит, потому что, мне кажется, для детей это, кажется, иногда устаревший формат, неинтересная тематика. Отлично. Есть очень много современных, интересных книг, в которых действия происходят в современной школе, в которых дети используют телефоны, и ребенку не приходится мне приходить и говорить, мама, они получили телеграмму. Что такое телеграмма? Расскажи мне, никто уже не знает, что такое телеграмма. Мне кажется, что вот родители, учителя, библиотеки, новые культурные центры, мне кажется, такой общественной жизни, интеллектуальной жизни, чтения, они могут помогать и вести. Поэтому я призываю всех родителей, читайте, советуйте детям, заглядывайте в новые книжки, и я думаю, что ваши дети будут читать с удовольствием, откроют для себя целую вселенную. Лада, перед вами первая книга в мире, посвященная истории альпинизма для детей. Совершенно удивительная, уникальная. Что в ней интересного? Я привезла на выставку свою книжку, научно-популярная книжка для детей по истории альпинизма. Такой книжки действительно нету нигде, и она вышла в издательстве «Пешком в историю», и сейчас ее вот только что купили права на ее издание в Китае, и она, я думаю, скоро выйдет и в других странах мира. Это другое мое увлечение, кроме чтения. Я очень люблю горы, очень люблю походы по горам, и я все детство старалась детей этим заразить и рассказать им какое-то удивительное путешествие, путешествие духа, которое открывает сразу и возможности для воспитания силы воли, и для того, чтобы узнать мир. Потому что сегодняшнее путешествие по горам – это такого своего рода современные географические открытия. Когда Африка уже открыта, и люди побывали на Северном полюсе, нам всем остается возможность подняться на вершину ближайшей горы и увидеть, как прекрасен мир. Но мы желаем, чтобы у вас было очень-очень-очень много читателей. Спасибо большое. И пусть она разлетится действительно по всему миру. Спасибо большое. Спасибо вам, что нашли время, заглянули. А я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях в рубрике «Главный герой» была Лада Бакал, участница Южноуральской книжной ярмарки, редактор и продюсер Мела. Спасибо.